В Екатеринбурге посредь белой дня на перекрестке, на котором нет-нет да вспомнишь Обаму, то есть объездная Амунсена, что в юго-западном спальнике уральской столицы, чудесным спасением увенчался жесточайший налет белого фольксвагена пола на пешехода в черном. И эти слова своим голым ртом произнес человек, который только что на корпусе ФАОВ пролетел несколько метров и рухнул на твердый бордюр. Вот поистине человек крепкого здоровья. Железная мобила у него в руке погибла, а сам парень из мяса и костей выжил. У меня телефон вышел из строя, батарейки нет. Декорация такая. По объездной, со стороны московского тракта в сторону Московской улицы, летел белый поло, в недрах которого сидели 4 черных парня из ближнего СНГ. По словам половода Сардора, перекресток Самымсена он пытался проскочить на мигающий желтый, по правому ряду, из которого вообще-то разрешено движение только направо. А прямо лететь это косяк. Тем более некоторые очевидцы уверяют, что несся Volkswagen через перекресток уже на красный. Впрочем, долой от себя тяну слушаем виновника Сардора. Откуда ехал? С той стороны. На какой сигнал? Я не знаю. Ну просто я уже рядом с его топором это моргало, это все. Просто не успел остановить. Ну как вы поняли, половод не захотел. Он не успел бить машины, уже тронувшиеся по Амундсена, и предпочел влететь в стайку из трех пешеходов, ждавших у зебры зеленый. Двое пеших сумели отпрыгнуть удачно, а вот третий не успел и попал на капот Volkswagen, взлетевшего на отбойнике. Пеший вместе с машиной преодолел по воздуху несколько метров и упал на землю и частично на бордюр. Был у него вариант грохнуться на острый край металлического отбойника и отрубить голову. Но это была бы уже булгаковщина. Ну а так человек не погиб ни при встрече с болидом, ни при встрече с землей. Да, сломал палец, это неприятно, но зато у него остался шанс узнать, чем завершится коронапандемия. Этому пешему еще повезло, если это слово уместно в данном контексте. Мимо проезжала скорая, специализирующаяся на ковидных клиентах. Люди в белых скафандрах снесенного парня осмотрели и сочли возможным не бороть горячку, не забирать его с собой в ковидной карете, а вызвали обычную реанимацию и пешехода увезли в 36-ю травматологию. Такой красивый полет и перелом пальца. Это ли не чудо?